Наталья Кутлина Попытать счастье и попасть к самому Миладзе Дархан Скобылов решается втайне от родителей. Его отец против карьеры певца, но желание стать участником легендарного бойсбенда заставляет обходить все запреты, говорит молодой человек. Он надеется, что популярный продюсер разглядит в нем талант. Сразиться с соперниками и стать частью новой культовой группы пожелали сотни алматинцев. Среди них даже военные, столеры, предприниматели, танцоры и актеры. С именем Миладзе все они просыпаются и засыпают каждый день, ведь новый проект может кардинально изменить их жизнь. Усилит веру в меня самого, это даст мне неимоверный толчок, моя пружина еще сильнее выстрелит, соответственно даст развитие, опыт, социальное общение и естественно вокальное выражение. В Алматы претендентов шоу «Хачук Миладзе» отбирают не только по вокальным данным. Украинских редакторов и продюсеров интересует харизма казахстанских парней, их увлечение и даже личная жизнь. Представители проекта признаются, что у нас в стране талантливых мужчин оказалось очень много. Здесь очень много вокальных ребят, очень интересных и мы даже как-то немножко не ожидали и сейчас начали более плотно здесь работать. Первый этап отбора отсмотрит лично Константин Миладзе. Мужской аналог «Виагры» он планирует сделать по-настоящему международным. Кроме Алматы, кастинги проведут в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Мы, конечно же, держим кулачки за наших. Надеемся, что они пройдут в финал и мы увидим их в составе поисбенда международного уровня. Мы еще параллельно проводим онлайн-кастинг, то есть видео ребята могут отправлять на почту электронную. Есть определенные требования, нужно три песни записать, фото, видео в полный рост, крупным планом рассказать о себе. То есть все, что происходит здесь, можно реализовать дома, снять и выслать. Прошедший отбор, талантливые мужчины сразятся за место в будущей группе. Миладзе обещает, на вокальных соревнованиях эмоции будут зашкаливать не только у их участников, но и у зрителей шоу. Как из рядовых горожан становятся поп-звездами, их успехи и падения можно будет увидеть на седьмом канале. Трансляцию зрелищного проекта «Хачук Миладзе», в котором намечается немало интриг и неожиданных поворотов, наш канал начинает уже в сентябре. Наталья Кутлина, Амадия Розалиев, 7 канал Алматы.